Девушки отдыхают Чешской команды Итак, номер четвертый Петер Бенда Номер пятый Дерек Рэйвио Номер шестой Дариус Вашингтон Номер седьмой Войтах Хрубан Номер девятый Иржи Вэлш Номер десятый Павел Куска Номер одиннадцатый Честер Симонс Номер пятнадцатый Любаш Бартон Номер двадцать третий Кристиан Бёрнс Номер тридцать первый Мартин Критц И номер сорок первый Гаррет Тутц Ну и теперь, конечно же, нужно сказать И о нашей команде Костя, тебе слово Да, объявляет наш состав Номер первый Майка Даунс Номер четвертый Кортни Фордсон Номер пятый Александр Кольченко Номер шестой Вадим Абдеев Капитан команды Алексей Вздыхалкин Номер седьмой Номер одиннадцатый Тамерлан Бекиев Номер двенадцатый Артем Клименко Номер четырнадцатый Денис Павленко Джереми Шапелл Двадцатый номер Трэвис Петерсон Номер сорок два Номер сорок четыре Кирилл Фисенко И номер шестьдесят три Алексей Галихов Да, ну, конечно же, мы обязательно скажем И об игроках отдельно Уже в течение, наверное, первых минут встречи Потому что некоторые игроки Были под вопросом Их участие в сегодняшней встрече Но об этом немножечко позже Сейчас пару слов О турнирной таблице Так вот, не зря я сказал, что Наверное, главный вопрос Кто будет в плей-офф Сейчас у Автодора Три домашних игры В окончании месяца И, наверное, в них процентов Я думаю, на восемьдесят решится Какова же будет судьба нашего клуба И вообще, какие перспективы Участия в Уже выбывании В Лиге ВТБ В играх на вылет Так вот, сейчас, на данную секунду Автодор занимает Восьмое место в таблице После двадцати двух Проведенных встреч Выигрыши у нас Десять, двенадцать поражений В пассиве И процент набранных В общем-то, очков Сорок пять с половиной Это если говорить об Автодоре Ну и по Нимбруху, если говорить То тринадцатое место В турнирной таблице Двадцать четыре игры Наши гости уже сыграли Семь-семнадцать, соответственно Поражений гораздо больше В двадцать лишним раза Чем у Чем побед У этой команды Так вот Если же говорить О статистике Последних пяти встреч То у Автодор Напомним у нас Последние пять игр Две победы И три поражения А вот у Нимбруха Серия похуже Всего одна победа И четыре поражения Но не стоит эту команду Сбрасывать со счетов Потому что здесь есть игроки Просто вообще С фантастического уровня И, конечно же Я сейчас об одном из них Расскажу Так вот Иржи Велш Прошу внимание Обратить именно на него Внимание Это, в общем-то Номер девятый Человек По статусу своему Как наш Андрей Кириленко Ни много ни мало Для чешского баскетбола Что тут можно сказать Человек, который Поиграл Несколько сезонов В Голден Стейт Который играл в Милуаки Бакс В пятьдесят восемь встреч То есть практически целый сезон Отличная статистика Там была 201 сантиметр Неплохой рост В общем-то Он играет на позиции форварда Ну и еще есть Кроме пяти сезонов В лучшей Баскетбольной лиге Он играл за чемпионов Испании За уникаху Я думаю, что Представлять эту команду Так же абсолютно бессмысленно Для любителей баскетбола Один из грандов Европейского баскетбола Ну и что тут еще Можно сказать В общем-то Да, я призываю Просто смотреть И следить за ним Он в полном порядке Я еще раз говорю Что статус этого игрока Конечно же Просто феноменален На него Молятся, можно сказать В своей Родной стране Кого бы еще Можно было бы выделить Здесь будет сразу Несколько таких Визави В этой встрече Так вот Кортни Фортсон И Дариус Вашингтон Это два лучших игрока По набранным очкам Кортни практически 19 очков 18,9 Второе место В единой лиге ВТБ Ну а Дариус Вашингтона 14,1 Набранное очко В среднем за встречу Это 20 место В единой лиге ВТБ Я тоже считаю Очень даже неплохо Кирилл Фисенко И Кристиан Бернс Так же Визави По этой встрече Если говорить В общем-то Про ребят У Кирилла Фисенко По подборам Да, и я сейчас Именно про В общем-то Этот показатель Говорю Практически 9 за игру У Кристиана Бернса 6 И у него 15 место Остаются у нас Прямо считанные секунды До начала встречи Итак Я думаю, что Ну назову Может быть кто-то Впервые смотрит На телеканале Саратов 24 Трансляцию Автодор, конечно же Неизменно Черно-белые цвета Полностью в красном У нас Находятся Баскетболисты Нибурка Нам сегодня нужна Только победа Исключительно победа Два очка 22 числа Вот такая легкая Магия цифр Надеемся Верим Ну и Давайте, конечно же О первых пятерках Сейчас Кость Есть ли для тебя Что-то неожиданное В нашей первой пятерке? Нет Все привычно Номер 1 Майка Даунс Номер 7 Алексей Вдехалкин Кортли Форцин Четвертый номер 20 номер Джереми Шапел И Центровой Кирилл Фисенко В круге Уже готов Побороться за мяч Ну что же Вот Майка Даунс Он даже немножечко расстроен Он хотел этот эпизод Уже завершить Двумя очками А не Бросками Но Мы уже не раз говорили Что Кирилл в этом сезоне Очень прибавил В этом компоненте игры Ну вот сейчас Я нет Я не хотел сглазить Ни в коем случае Это просто так получилось Статистика Есть статистика Для этих поводов И я всегда говорю Что она Вроде бы вещь сухая Но она отражает Действительно Если В начале чемпионата Кирилла Кирилл как-то Совсем было плохо Да Подпортил Но ничего Я думаю Что это первые броски В общем-то Спишем это на волнение Определенное Которое есть Ну вот сейчас Штуц кстати Атаковал Кортли Форсон Вновь Дирижирует Атаками Нашей команды Сам проходит Пытался бросить На Майку Даунса Не получилось А вот это было Очень красиво Интересную передачу Отдал Вашингтон Но пробежка Зафиксировалась Вновь театральные действия Я думаю Что сегодня будет интересно Очень активно Он жестикулирует Показывает Что в чем же Дело Почему его Наказали Пробежкой Недоволен он Абсолютно Сейчас демонстрирует До сих пор Еще не может Успокоиться Отойти Майка Даунс Кирилл Фисенко Ребята делали Я думаю Если у вас есть возможность Зайти в инстаграм Кого-то из игроков Чешской команды Можете увидеть Что Такая ситуация была Когда они приехали За полтора часа До начала матча Подошли к центральному входу Ледового дворца Сейчас бросок Так вот Двери были закрыты Но не просто Закрыты двери А швабры были Просто-напросто Приперты И Они конечно восхитились Я не знаю Впервые ли они такое видели Вот тем временем Три очка И они сразу Достали телефон Они конечно Смеялись Над этой ситуацией Что стояли Два охранника И тоже улыбались Им в общем-то в ответ Такая очень забавная Ситуация получилась Вот первые два очка Набирает сейчас Иржи Вэлш Да, вот тот самый Иржи Вэлш Номер девятый До которого я Прошу обратить внимание Потому что он заслуживает Это всей своей карьеры Показывая, что он Мастер действительно Высочайшего Абсолютного уровня Алексей Вдхалкин И посмотри Леша почувствовал Что бросок у него Сегодня идет Раз за разом Пытается атаковать Кольцо соперников Да, пять очков уже На счету Алексея Вдхалкина Из пяти набранных Автодором Ну и по таблице Нужно сказать Что такое же В общем-то количество Ну вот сейчас Сейчас будет атака Соперников Я расскажу О положении дел В турнировной таблице Там тоже очень все запутано Много всего интересного Так вот Мы на восьмом месте На девятом Калев Здесь на две игры Больше сыграно И как раз-таки На два поражения Больше, чем у нас Поэтому У нас есть две игры В запасе Мы должны их выигрывать Для того, чтобы Немножечко Но сделать свою жизнь Полегче Потому что Три домашних встречи В них нужно набирать Конечно Максимальное количество очков Победа Больше, вам сказать Не очков Вот я посмотрю Ваш окно на пять Это движение Из-за спины Хотел красиво сыграть Но в ногу себе попал По-моему, да? Что судья показывает Судья показывает Что было нарушение Иржи Вэлш Сейчас будет С мячом Вводить его На трехочковое Вновь Вэлш С мячом И сам проходит Неплохо он это делал Штут вновь Вэл Мне показалось Больше там Кирилл Фисенко Помог мячу залететь Как-то так вот Курьезно Джереми Шапел Кирилл Фисенко Кирилл сразу На двоих пошел А вот сейчас Перехват Кортни Форца Сам движется вперед Вот недоволен Сейчас своими действиями Вэлш Ничего ему не оставалось После Ну фоу-то оправданный Такой Быстрый отрыв Прервать Там уже три в одного Практически наши ребята Убегали Очень быстрая атака Ну и нужно сказать О физическом состоянии На это делал упор Главный тренер команды Президент клуба Владимир Родионов Что вот был этот перерыв После Турецкой серии И ребята должны были Восстановиться И физически И морально Потому что действительно Тяжело было После Традзанспора Вот эти перелеты Тяжелейшие С пересадками В Турцию Немножечко отдохнули Поэтому сегодня Должны выглядеть Наши ребята Посвежее И делать В результативных действиях Больше Кстати вот любопытная И форт и форт и фортен Быстрая атака Что будет делать Да Действует сам Еще два очка Быстрая атака Тайм аут И вот он первый тайм аут Быстрико мы Сейчас сделали движение Движение вперед Плюс пять Девять четыре У сегодняшних команд На кого ставят Букмейкерские конторы Так вот Автодор фаворит Сегодняшнего матча Один и три Коэффициент Соответственно На саратовскую команду На победу гостей Четыре и ноль Ну На победу ставили В матче с Традзанскором На наш коллектив Не получилось Поэтому я очень осторожно Подхожу к этому делу Но все-таки Если профессионалы По крайней мере букмейкеры Ставят на победу Нашего клуба Для этого есть Есть все то Что Должно помочь В общем-то Нашему клубу Сегодня действительно Набрать два очка Возвращается Очень быстро пролетел Минутный тайм аут Ну может быть Все-таки настроены Сегодня наши игроки Взять реванш За первый За поражение В первом круге Напомню Что мы 96-86 Проиграли в Чехии Нимбургу Да 19 октября Это было еще В прошлом году Что там можно сказать По этой игре Трэвис Петерсон Один из рекордов Кстати лиги установил В той встрече 18 очков В третьей четверти Он набрал Третий результат Лиги За всю ее историю Действительно Ну и после этой встречи Произошла та самая Рапировка Когда вместо Главного тренера Владимира Анциферова Сергей Мокин Появился у руля Но это тоже уже история Мы о ней говорим Уже в прошедшем времени Потому что Сергей Мокин Уже в команде нет Посмотри какой Скорость Забивает Два очка Со средней дистанции Тем временем Уже половина Первой четверти сыграно Вот что-то непонятное Сейчас Майк Даун Пытался сделать Хотел наверное Нафисенко На Кирилла Пас Передать Хотя у него В принципе-то Расстояние позволяло И самому Адаковать Самому бросить Вновь корот Не мчится Вперед Я смотрю Все нормально У него сейчас С физическими кондициями Быстро бежит Вперед Ох Какой Снимать Подбирается Снизу взял этот мяч Для Большого Вообще Это довольно-таки Сложно сделать Потому что Конечно Их корона играет И на втором этаже Но здесь Кирилл Был хорош Мне кажется Стоит отметить И передачу Это неплохая Бывает Фордсона Сдыхалкина Через троих Такое Если диаметру Прочертить Очень сложный Был по исполнению Этот пас Артем Клименко У нас выходит Первое его появление Сегодня у него Кстати Первое на что Обратил внимание На цвет его Кроссовок Да На цвет его игровую обувь Действительно Такой ярко-оранжевый В цвет жилетки Рабочего Это кстати говоря Поддерживает Дана Четыре командных Пала у Автодора В первом периоде Воча У Автодора Уже четыре командных Пала набрано Довольно быстро Мы это сделали И время на атаку Стеклонного подбора Остается за гостями У нас Александр Кольченко Готовится Вытеснуть площадку Да Но Александр Кольченко Конечно Мы ждем от него Той игры Которую он показал В первой встрече При переходе В наш клуб Потом забуксовал Немножечко Хотя потенциал Он сразу же Свой раскрыл Показал на что он способен Что он может сделать И какую пользу принести Шапок Смотрите Эти два очка сбывают Хорошие Первые свои два очка В этой встрече Джереми набирает Вновь Вашингтон И вновь наша атака Кортни Фортсон Мчится вперед И сам Два очка Ух Не принимает кольцо Хотя я был уверен Что сейчас Мяч тоже опустится В сетку Немножечко не хватило Подкрутил Наверное Вашингтон Еще один тайм аут По одному Их уже становится Владимир Родионов Объясняет Артему Клименку Что нужно делать Играть Ким Зура Человек Ну не знаю Это легенда Можно сказать Для российского баскетбола Потому что имеет отношение С тем же самым Подмосковным Кимком Человек который Очень Очень много Сделал для развития Баскетбола В нашей стране И человек который Тренировал Сборную Литвы Вот сейчас Он уже второй сезон Работает В составе наших гостей В составе Чешского клуба И очень неплохо У него это получается Хотя Если говорить О результатах Чехов То они еще Ни разу не выходили За время участия В единой лиге ВТБ В стадию плей-офф Хотя За последние 11 сезонов Они становились 11-ти кратными Чемпионами Своей страны Ну это к слову о том Что легкой встречи Нам ожидать сегодня Не стоит Майка Даун С тем временем Трехочковый Заряжает Не попадает К слову сказать Они и сейчас В национальном чемпионате На первом месте Находятся Всего одно Всего одно поражение На счету В двух овертаймах Причем Поэтому очень Очень крепкий коллектив Вот знаешь Я сейчас наблюдаю за игрой Я не могу сказать Что Обе команды Играют На максимальных оборотах Очень такая Степенная игра Как будто изучают Да Может быть Может быть Не знаю Может быть Физически Еще все равно Есть какие-то проблемы По крайней мере У нас был перерыв Десятитневный У наших гостей Такого не было Может быть Они подуставшие Но мы пока В общем-то Свою игру Максимальную не показываем Вот сегодня Было несколько Наверное Таких эпизодов За 7 уже сыгранных Даже больше минут Когда мы убегали В быстрый отрыв Плюс не попадает Первый Сейчас будет Вторая попытка Второй точен Трэвис Петерсон Вот кстати Если говорить Про Петерсона То 4 дня Он переболел ангиной Я так думаю Что есть и сейчас У него какие-то Определенные Может быть Недомогания Но он вышел На эту встречу Первый раз У него прошло Сегодня Подобное действие Так вот Если говорить Совершать Про Трэвиса Петерсона Действительно Мужественно поступает Даже несмотря На болезнь На симптомы Буквально Позавчера Он начал Тренироваться Деберс Забивает 2 очка Номер 23 Посмотрим Что сегодня Сможет Показать Трэвис Но мы всегда Ждем от него Максимум Потому что Мы знаем Что он Умеет Отделать Умеет В нужную секунду Взять На себя Игру Ну и В первой встрече Напомню 18 очков В третьей четверти Он уже набирал Он знает Как играть Против чешской команды А всего В той встрече Он набрал 28 очков И стал Самым результативным Игроком матча Это конечно Гроссмейстерский Абсолютно показатель Сейчас Кортни Форцен И к слову 10 подборов Он насобирал Дабл-дабл Оформил Кольченко 3 очка Александра Кольченко Поблагодарил Высшие силы Да Что первое попадание Я помню Когда мы с тобой Комментировали Первую встречу Александра В составе Саратовского клуба Долгое время У него держался Процент попадания 100% Причем Абсолютно Со всех бросков Штрафные Двухочковые Трехочковые Против Астаны Если мне не изменять память Состоялся у него дебют И там мы проигрывали Очень много Там Вплоть до 30 баллов И как раз 4 очка Отставание И Кольченко Кольченко брал на себя Игру Мы еще тогда думали Может быть новичок Возьмет на себя Эту инициативу И попрет вперед Как локомотив И действительно Так и получилось Что именно Александр Кольченко Тогда показал Наверное Самую цельную игру Кстати Встреча 19 октября. У Артема Клименко было 12 результативных баллов набрано. А если говорить про Петерсон, это было не просто 28 очков, но еще и 10 подборов. Да, дабл-дабл. Тридис Петерсон, номер 42 команды. Автодор, первый фолк. Но Гернс, вот, кстати, чаще всего именно его фамилию мы называем в сегодняшней встрече. Очень неплох он. Гернса мы помним, можем помнить некоторые болельщики, кто следит достаточно так пристально за Автодором. В прошлом сезоне мы играли с Енисеем, тогда выступал Гернс за Енисеем. В Кубке России мы играли с Енисеем. И вот Гернс тогда играл за Енисеем, достаточно много хлопот нам доставлял. Да, кстати, с ним получались очень крутые черно-белые фотографии, вот я помню, потому что он такой довольно-таки крепкий. А на черно-белом всегда видно мышцы, а он, хотел сейчас сказать, что попадание, он, можно сказать, очень отличного телосложения и действительно выглядит таким очень накачанным. Знаете, как есть в футболе Халк, так вот здесь, наверное, есть Бернс, потому что действительно он очень впечатляюще имеет габариты. Дверьми Шапелл, Кольченко, быстро мы бежим вперед. Незасчитанное. Незасчитанное. Нарушение было, но два очка незасчитанного. Ну как, Александр пошел в проход, да? Он не боится этого, не боится. Мяч кладет рукой, соответственно, себе под мышку и прет просто на пролом, как танк. Не боится он получить какую-то травму, я помню, в той же встрече с Астаной, сколько ему доставалось. Я думаю, что после каждой игры синяки, конечно, приходится ему... В Мазе существует сейчас современная разница, которая позволяет в следующей игре уже заживить синяк. Второй не точен, к сожалению. Иржи Уэлл шатает с мячом Болдель. Да, Уэлл пока не особо заметен. Но он дирижирует, он подсказывает всем, как нужно действовать, что нужно делать. Он в какой-то степени, ты знаешь, даже может быть такую роль и функцию играющего тренера выполняет. Проводник главного тренера команды, Гим Зурес, на площадке. Он знает, что нужно сделать в какую-лину секунду, опыт там абсолютно громаднейший. Ох ты, Александр Коученко, три очка. Ну, Коученко, здорово. Отмечаем его. 23-12. Плюс 9 очков. Пока максимальный разрыв, который был в этой встрече. 11. Да, 11. Это у меня сейчас проблема с математикой. Немножечко принизил наш результат. Да, действительно, плюс 11, двухзначное. Ну, и болельщики также, посмотри, да, реагируют на такой результат довольно-таки активно. Панда, как всегда, требует от них еще большего. Это в его власти. Он это может. Вот кто имеет вес в обществе. Посмотри, пожалуйста, кто может поднять народные массы. Одними только руками, да? Или в данном случае лапами его? Мне кажется, если бы он на выборах бы выставлял свою кандидатуру, вот прям так, как есть, фотографировался, это, конечно... Много бы проголосовало бы. Я думаю, что да. Как минимум, несколько тысяч человек, которые собираются во дворце Спортных Кристалл, были бы именно за него. Ну, вот подумай, к кому еще из кандидатов так будут хлопать? Ну, да ладно, пошутили немножечко. Теперь двигаемся дальше. Буквально 40 секунд у нас остается до возобновления игры. 23.12. Очень неплохая первая четверть. Очень активно наши дети. Видно, что передохнули. Видно, что есть запас еще самое главное. Что мы можем прибавлять, прибавлять и прибавлять в темпе. И не всегда с этим справляется наша гостья. Запас чувствуется, на самом деле, все правда. Видно, что не на полную силу мы играем. Ну, 10 дней отдыха, я думаю, что-то не дали о себе знать. То есть и психологически отошли, и физически восстановились. Да, ну и как раз таки, как сказал главный тренер команды, главный тренер Автодора Владимир Родионов. Что тут еще можно дополнить? Что тренировки проходили очень активно. То есть он работал именно над физическим состоянием игроков. Все уже давным-давно забыли Трабзанспор. Я не думаю, что это какой-то занозой село в головах игроков. Ни в коем случае. Вообще нужно поблагодарить за выступление в Еврокубке, потому что давно этого не было. Мы все соскучились. И действительно в шаге остановиться от розыгрыша финала четырех. Это очень достойный показатель. Для дебютного сезона в Европе. Вернулись в Европу. И так сразу до четверть финала. Я тоже считаю, что это очень достойный результат. И можно сказать только спасибо команде. Да, в очередной раз мы это делаем. Ну да ладно, давайте возвращаться в день сегодняшний. Вновь Вашингтон с мячом не попадает. И Джереми Шопыл, ты посмотри, как он мчится. Александр Кольченко. Эх, обидно. Два он уже сегодня трехочковых отличных броска произвел. Вот у Кольченко семь очков. Он самый результативный на данную секунду. А у наших гостей Бернс и Штуц. По пять очков имеют. Кортни Форцен, Джереми Шопыл. Что будет делать? Я думал сам, если честно, уже на изготовке он был. Я тоже думал сейчас. Наверное, и соперники тоже поверят, что он бросать будет. Снаряд был заряжен. И Кортни Форцен по высокой дуге попадает. Такой немного, мне кажется, авантюрный бросок был. Да, в какой-то степени. Мяч засчитан, тем не менее, 25-12. Плюс 13 очков. Очень комфортное. Но, опять же, постучим по чему-нибудь деревянному. Очень комфортное. Да, мы сейчас делаем преимущество себе. И еще один бросок. Посмотри, сегодня, кстати, у Кортни не совсем идет именно этот бросок. Но если так было задумано, то пускай так будет всегда. Мы будем считать, что это, да, домашние заготовки. Хорошо, сейчас Вашингтон мимо двоих прорвался. Это был Кортни и Кирилл Хвисенко. Между ними просочился. Хотя, мне кажется, это очень сложно было сделать. Потому что Вашингтон тоже немаленький парень. 188 рост у него. 85 килограмм. Извините, 91 килограмм весит. Ну, он довольно-таки крепкий. Крепкий, да. Ты знаешь, у него может быть даже больше такие хоккейные показатели. Ох, почти переклад сейчас Александр Кольченко совершил. Немножечко не получилось. Бивной Вашингтон. Посмотри, какой он активный. Все время берет игру на себя. Все время пытается в прорыве набирать очки. И Джереми Шапелл. Посмотри, в одной атаке, да, в одном нахождении на нашей половине уже два фола зарабатывает Джереми Шапелл. Вот первый Джереми Шапелл, а второй был записан на Кортни Форцина. На Форцина, да. А Вашингтон, вот, Вашингтон своими активными действиями их зарабатывает. И еще и попадает. Да, Вашингтон. И второй точно. Долго, он целится когда. Если говорить, кстати, про нынешний сезон наших гостей, Нимбурга, эта команда также выступала в Еврокубках. Стартовали они с квалификационного раунда Евролиги. Главного турнира в Европе. Сейчас закончу. Еще два очка набирают наши гости. Так вот, в первом же матче они оказались слабее. Капаэли из Иерусалима. 84-94. Это была квалификация. Выбали. Пришлось им довольствие выступления во втором. Ну, как довольствоваться. В кавычках, конечно, довольствоваться. Это тоже очень неплохой результат. Второй по значимости клубный турнир Старого Света. В Кубке Европы. Ну, здесь самое главное, чтобы без травм было. Не надо легенду травмировать. Так вот, и потопичный Ким Зуру удалось успешно преодолеть первый групповой этап, заняв третье место из шести команд. Пять поражений и пять побед было у наших гостей. И в стадии Last 32, лучшие 32 команды, наши гости выиграли две встречи, четыре проиграли и замкнули квартет G. В котором были, кстати, российские клубы Уникс и Зенит. То есть, поиграли они в этом году не только в Лиге ВТБ, а также был еще французский Страсбург. Поэтому Еврокомпания также была у этой команды. Ну, ты посмотри, разбросали сейчас наши гости. Это Павел Кустик. Да, вот перед этим у него было двухочковое попадание, теперь Трюльник. Двух. Двух, да, тоже засток, видимо, был. 27-18 счет становится. Вот как раз те самые девять очков, про которые я говорил ранее. Теперь девять, да. А было максимально 15 очков отрыв. Кудайф, Кортни Форцан. Алексей Виздыхалкин вышел, поменял он Трэйвиса Петерсена. Да, Леша сегодня заложил фундамент попадания. Александр. Накольченко не точен, но Кирилл Кирилл подбирает. Хорош! И забивает два очка. Кирилл Кирилл Кирилл. Конечно, мы сейчас радуемся игре Кирилла, но нужно понимать. И вдруг, может быть, кто-то не читал после матча и пресс-конференции с Кириллом Трэпзан спором. Было сказано, что на 99% кирилл 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 в команде на следующий сезон не останется. Это дал явно понять главный тренер команды Владимир Родионов. Ну, тяжело конкурировать нам с Градами. Конечно, конечно. С финансовой точки зрения Кортни Форцен, Кирилл Фисенко, тот же Майка Даунс, Трэвис Петерсон, Джереми Шапелл. Они сделали себе имя здесь уже в Саратове. Конечно, была и перед этим карьера у того же Кирилла Фисенко, сколько сезонов и в NBA, но... Ну, закрепиться не удалось у него в этом сезоне. А здесь, я думаю, после этого сезона в ВТБ все-таки лиги... Нет, здесь они стали по-настоящему звездами, они входят в десятку по показателям во всех абсолютно. Компонент не в десятку. По подборам Фисенко второе или третье место, если не ошибаюсь. У Форца на второе место по набранным очкам. Ох, майка, давай-ка даун! 32-19 становится тем временем счет. Плюс 13, да? Да, плюс 13. Бэнда не попадает, Кольчика вновь берет подбор. Кортни Форц, он очень быстро разгоняется нашим атаку. А Кортни Форц на первом этаже неплохо сейчас сыграл и вновь в Кольчика. Сколько жажды до борьбы. Отмечаем. Сегодня очень хорошо выиграет Александр. Уже в портере уже борется, пытается. А вот сейчас мне очень понравилось движение Кортни Форц. Ты знаешь, это что-то из разряда такого уже баскетбольного фристайла получилось. Уже в самом низу между ног там мячик каким-то образом сохранил через троих игроков. Просто нанизывал одного за другим. Вновь в Бэнда. И еще, еще попадание у наших гостей. Двухочковые 32-21. В случае сегодняшней победы у Автодора есть все шансы выйти и опять на седьмое место вернуться. Да, но это задача. Это главная задача. Закрепиться именно на седьмой позиции. И шансы очень хорошие у нас. Кортни Форц, вот сейчас подскажи. Если честно, я не смотрел регламент. Если мы занимаемся седьмое место, дай бог это будет так вот. Если по раскладам. Мы выходим, я так понимаю, на вторую команду. На вторую команду, совершенно верно, да. Ну вот на данную секунду, если заглянуть в таблицу, то ЦСКА у нас на первом месте, на втором Химки. Но здесь все очень, вот просто на грани, на волоске. Потому что разница, в общем-то, здесь даже, наверное, в пользу Химок все-таки. Я к чему это веду? Что если мы занимаемся седьмое место, то тут будет или ЦСКА, или Химки. Вот к слову. Ну да, Химки отстают на два матча. То есть у них меньше на две игры. Но у них в запасе они, они у них в запасе. И при этом Химки выиграли очную встречу ЦСКА, к слову-то говоря. Просто очень хочется увидеть Андрея Кирилевка и вновь окунуться в атмосферу матча с ЦСКА. Уж простите меня. Ну с Химками тоже интересно будет. Согласен. Тем более, Химок будет зуб на нас. Причем нет ни зуб, а целая челюсть. Да, да, да. После того... Причем не человеческая челюсть, а акулья челюсть. Сколько, да, мы им здесь, конечно, крови попортили. Но это уже золотой фонд нашего саратовского баскетбола. Да и отечественного тоже. Ну в любом случае, в этом сезоне не только эту победу можно будет вспомнить. И победа над Локомотивом. И Уникс, конечно же. Ну и Зенит, в принципе, тоже можно. Ну и вообще можно долго еще продолжать этот список. Приятный список. У нас еще много игр впереди. Мы как-то уже о грустном немного начали. Да нет, всегда нужно вспоминать что-то хорошее. И нужно критиковать, если действительно для этого есть повод. Сегодня пока, опять же, постучим по дереву. Все очень неплохо, все очень надежно. Вот сейчас Алексей Сдыхалкин очень хитро сыграл. Он понимал, что эта передача не проходит на Кириллу Кисенко. Два игрока сразу находились на пути мяча. Лучший выход был действительно сыграть ваут через одного из соперников. Он, в общем-то, так и поступил. Вот сейчас вновь Алексей Сдыхалкин. 14 секунд до окончания атаки. И Артем Клименко не в свойственной для себя манере. Не его эта игра со средней дистанции бросать. Бросок средний есть у Артема. Но что-то как-то не получается. Да, у Артема всего одно очко пока в этой встрече. Ты посмотри. Вот практически сейчас и перехват был совершен. Немножечко не хватило, не доборолись. Сейчас совсем что-то Башик он невнятное пытался сделать. Представляете, сколько он, да, вот мне интересно, сколько он бросков совершил. Уже по статистике. Легкие два очка в быстрый проход. Джейн Шапелла забывает. Это Башик абсолютно неправ, я считаю. Потому что вот своими действиями, я может даже назову их, извините, за глупыми абсолютно. Потому что были свободные игроки. Я наблюдал за развитием этой атаки. Было кому отдать передачу. Он пытался сам завершить в окружении четверых сразу. Ну да ладно, я не тренер, не мне судить. Но раз не забил, значит, тренер вполне может критиковать. 37-23 плюс 14 очков. Плюс 11 очков, да, на данную секунду. 4-2 по команде Фала. Опять мы перееденем руку по этому показателю. Но это все-таки пассив нужно заносить. Этот показатель. У нас лучше по очкам. Александр Кольченко 7 результативных баллов. У Алексея Дыхалкина 5. Причем он их набрал буквально в первых же двух атаках наших. Первые очки набраны были просто. Да, Джереми Шапелл 4. Кирилл Кисенко 6 набранных очков. У наших гостей, если посмотреть, то у Уберска номер 23. Он самый результативный вместе с Штуцем по 5 очков. У Вашингтона у того самого 4. У Хуски также 4. Ну и у Венде 2 очка. Велш имеет всего 3. Ну и хорошо, пускай всего 3 будет. Сразу второй танец. Да, очень-очень активно сейчас кинзура. С вами игроком смотрел статистику. Подбор мы выигрываем. 20 подборов наших. Всего и 19 у Нимбурга. Ну да, такое преимущество, прямо скажем, не колоссальное. Ну, небольшое есть. Ну вообще, это один, наверное, из наших коронных элементов. Именно игра и на своем щите, и на щите противоположном. Я помню, как мы смяли просто абсолютно уникс по этому показателю. Два раза там подбор мы превосходили показатели. Причем мы на чужом щите их сделали в два раза больше, чем они, в общем, за всю игру. Это, конечно, вообще абсолютно колоссальная разница, которая была. И таким эталоном остается то, к чему нужно стремиться. И даже сейчас, я наблюдаю за игроками чешской команды, они сидят, улыбаются, в общем-то, себя довольно-таки комфортно чувствуют. По большому счету им-то уже плей-офф не светит, по-моему. Ну, очень сложно им будет, я не знаю. Нужно выигрывать все и вся, начинать с сегодняшнего дня. Поэтому они уже играют, наверное, наигрывают какие-то комбинации, наверное, скорее всего. Может быть, чешский чемпионат для них превалирует, кто его знает. Ну, и тоже довольно тяжело, потому что там есть и Кубок Чехии, есть и чемпионат чешский, плюс Еврокубки, плюс Единая Лига ВТБ. Это тоже колоссальная нагрузка на коллектив. Ну, и тем не менее, ты посмотри, сейчас 10-й номер, Куско вновь и вновь попадает. 7 очков уже становится на его счету. Хороший он. Самый результативный. Да, у него уже 2 трехи у него уже сегодня было. Алексей Вдекалкин, Леша сам, трехочковый. И попадает. Вот как летел. Знаешь, иногда летит гораздо более, да, гораздо более вроде плавно и прямо в кольцо, но не попадает, не принимает кольцо. А здесь как-то летел немножечко бок, он нам отсюда хорошо с тобой, с комментаторской видно, но тем не менее попадает. И вновь в вашем тонн сам. Джереми Шапелл, Алексей Вдекалкин. Давай, Леша, разбирайся сам. Нет, не пошел еще одна трешка. Их, немножечко. Артем Клименко сам подбирает. Ну, Артем, ну такие надо забрасывать. Это я уже в небо обращаюсь сейчас. Ну и посмотри. Симонс. Очень надежно, трехочковый. А у нас, смотри, Артем, готовится замена сразу тройная. Фисенко, Кольченко и Петерсон готовятся выйти. Да, Фисенко не нашлось места посидеть. Алексей Вдекалкин, Кортни Форцан. Что придумает Кортни? Там Артем Клименко один в трехсекундный борется. Алексей Вдекалкин мной в трехочковый не попадает и время сразу заканчивается. Потому что на исходе бросал уже. Технически дают или не спортивно Форцану? А за что? Вот и я тоже вопрошаюсь сейчас вместе с Кортни. Мне кажется, ничего особо криминального-то и не было, если честно. На мой взгляд, тоже. Вот посмотри, сейчас у Алексея Вдекалкина, кстати, статистика лучшего. Пока по набранным баллам. Восемь очков на его счету. Очень неплохо для первой половины. Да, вот сейчас ведут такие переговоры. Кортни с одним из арбитров их ведет. Потому что так и не поймет он, за что ему дали, собственно. В общем-то, как и мы, точно так же не понимаем. Тимон сейчас будет исполнять еще один скоростной бросок. Я не понял, он уже два исполнил. То есть ему дали технический и не спортивный сразу Форцану? Может быть, он вырубался или еще что-то произошло? Я не знаю, просто не понимаю. Два броска бросил уже, еще один. То есть, получается, и три фала всего у Форцана. Ну да, по всей видимости. Но мы обязательно это уточним в перерыве встречи. Что же, в общем-то, там случилось и что это было за наказание. А самое главное, за что. Как это объяснил главный арбитр встречи. Вашингтон сам. И Кирилл Фисенко здорово. И достает, смотри, мячик. Сейчас на грани. Вашингтон был просто абсолютно... Отлично. Разыграли. Видел Алексей Витеков. И Петерсон три очка забивает. Петерсон выздоравливает на наших глазах. От ангины. Каждое трехочковое. Это, наверное, лучшее лекарство, которое может быть... И лирика. Да. И для нас, конечно же. Ну вот, посмотри, как сейчас отвечает нам. Симмонс. И три очка отчасти, Симмонс. Ну, Симмонс, да. Семь также результативных баллов. Один из лучших. Трэвис Петерсон. Алексей Вздыхалкин. Вот наши сегодня дальнобойщики. Наряду с Александром Польченко. Алексей Вздыхалкин. Проберсия штрафные. Более широкую ротацию сегодня использует, мне кажется, Владимир Родионов. Да, Артем, как думаешь? Ну да. И, кстати, не так много времени все проводят на площадке, кроме Кортни Форсона. Я думаю, что этот человек всегда играет с большим желанием, и его и настраивать не особо не надо. Но в то же время, мне кажется, одинаковое игровое время имеет Кирилл Кисенко. Наши два больших, и Артем, и Кирилл. Что да, действительно стоит отметить. Ну и хотелось бы, наверное, все-таки увидеть и Алексея Галикова сегодня, который не выходил. Вадима Абдеева. Ты смотри, Симмонс. Честер Симмонс, что делает? Третья треха уже. Разбросался он, конечно, сейчас очень здорово. Исполняет 10 очков и плюс 5 всего сейчас в нашу пользу. Немножечко подздали мы к окончанию первой половины встречи. Ну что ж, Алексей с дыхалкой вновь против него нарушают. Так вот, не выходил сегодня у нас еще Алексей Галиков, Денис Павленко, это Мерлан Викиев, Вадим Абдеев. Это вот наш ближайший запас. Резерв. Ну и, кстати, скажем, что продолжается соревнование также у Автодора второго. Буквально вчера и сегодня были игры против второго Енисея, две победы. Там также впереди уже совсем скоро, кстати, в Саратове пройдет финальное соревнование у молодежных команд. Поэтому всех приглашаем поболеть. Будем надеяться, что и наши ребята там также будут. Кстати, стоит отметить, что вот Вадим Абдеев и Денис Павленко сегодня играли в составе Автодора 2, а сейчас уже в заявке за основную команду. Ну, в одном из интервью Владимир Родионов сказал, что это наше ближайшее будущее. Тот же Абдеев уже сделал весомую заявку на игру в следующем сезоне в основе. Тем более состав поменяется. Три десятых секунды тем временем у нас остается всего. Я думаю, что есть время для последнего броска. Очень быстрого броска. Вряд ли. Нет, все-таки Корт не просто попытался это сделать. Почти. Итак, 42-37, первая половина. Далеко не уходите. Телеканал Саратов 24 совсем скоро продолжим. Ну что ж, дорогие друзья, продолжается трансляция на телеканале Саратов 24. Это баскетбол, единая лига ВТБ, 25-й тур. Саратовский Автодор и чешский Нимбург выясняют отношения во дворце спорта «Кристалл». После первой половины 42-37 в нашу пользу. Кость, ну что, твои выводы, что скажешь по первым двум четвертям сыгранным? Ну, в принципе, что сказать. По трехочковым броскам немножко уступаем мы Нимбургу. У нас 36 забитых из 18 попыток, у Нимбурга 4 из 10. Ну да, у них чуть-чуть повыше буквально процент, 40 у наших гостей, 33. Ну и попыток меньше они сделают. И 3, да. У наших ребят 18 попыток у нас, 10 попыток у них. Вот я сразу обратил внимание, ты знаешь на что? На реализацию штрафных бросков. Не зря мы с тобой сказали, что порт не мажен. Кирилл Фисенко сегодня. Штрафная еда, кстати, как нам сказать. Не особо хорошая. Можно сказать, что вот мы всего 2 реализовали из 7. 5 очков мы у себя украли. 28,6% реализация. И нужно сказать, что это очень плохой показатель. Отвратительнее я бы сказал даже так. Вот у наших гостей, например, 7 из 11, это почти 65%. Нормально. Вот это тот уровень и то, я могу сказать, что, конечно, можно и выше это сделать. Конечно же. Если говорить про 2 очковую, то... 2 очковую тут превосходство, конечно, в 2 раза, в 2 раза, да. Благодаря Вашингтону, того же самому, человеку, который всего 1 из 6 таких бросков реализовал, всего 9 из 28 и 32% реализации 2 очковых. Это, конечно, очень и очень плохо. У нас 11 из 18 и 61%. Ну, подборы ровно у нас 24, подборы у наших 23 из чешских. Да, по ассистам мы впереди. Чуть-чуть впереди. Да, на 3,85 в нашу пользу, если говорить. Ну, и, в общем-то, что тут еще можно отметить? Эффективность 49,38, поэтому показатели также мы впереди. В общем-то, из этого и сложился счет 42,37 в нашу пользу после первой половины. Стоит отметить, кстати, что потерь сделаем поменьше. Если вспомнить те же какие-то неудачные матчи с Трабзоном и Состаной, там, конечно, цифры были катастрофические. А сейчас, ну, 6-4, в принципе, я считаю, в норме, как бы, наверное. Да, ну, еще раз повторимся, что именно штрафные броски – это тот компонент, который мы просто обязаны прибавить. Ну, штрафные – да. Меньше 30% – это, конечно, утручает. Ну, и в трехочковые тоже 33,3. Ты знаешь, в трехочковые 33,3% – это, конечно, тоже такая весьма ги цифр, но все же. Ну, как бы, считается, вроде, больше 30% уже хорошо, но хотелось бы, конечно, у нас это больше процентов явно идет по сезону. Так, если говорить по четвертям, то 23,12, в общем-то, это первая четверть, которая закончилась. Здесь тоже есть и очень интересный момент, о котором я сейчас скажу. В итоге, после первой половины, 42,37. Если смотреть по четвертям, каждые пять минут, как набирала очки Автодор и Нибург. Так вот, у Автодора первая пятиминутка 11 очков, вторая уже 23, то есть набрали 12 во второй. В третьей, соответственно, мы набрали 11 и в четвертой мы набрали 10. Ну, то есть все так приблизительно. Стандартно. Да, приблизительно, плюс-минус там 2 очка. А вот у Нибурга здесь интереснее. В первые пятиминутки 6 очков, потом еще 6 набрали во второй. А вот здесь уже интереснее начинается. В третьей, соответственно, 11 очков набрали и в четвертой уже 14. У них по восходящей. Да, то есть если у нас все стабильно, приблизительно около 10, то здесь идет увеличение. Причем прогрессия такая именно на увеличение. Поэтому на это обращаем внимание. Ну, а тем временем все. Стартовала третья четверть, вторая половина встречи. Джереми Шапелл сразу... Обозначают, что здесь хозяин. Взял БК 40, хотел сказать. Но это, наверное, в следующий матч против Бизонов нужно будет. Это будет более в тему. Актуально, да. 44-37. Вашингтон. Я все-таки скажу, выражу такую выставку, что это главный неудачник первой половины встречи. И привозы были с его стороны, и процент у него, конечно, минимальное абсолютно попадание. И продолжает, в принципе. Ну и пускай. Мы только порадуемся. Джереми Шапелл сейчас будет вводить мяч. Да, удалось мне в перерыве пообщаться с лидером команды КВН Саратов, Кириллом Лопаткиным, который также переживает сегодня. Вся команда улетела в Москву уже на очередную игру. Одно четвертый финала. Кирилл пока здесь. И остался он именно из-за баскетбола, сказал. И еще до среды, даже до четверга утра. Ребята еще не знают, что он прилетит немножечко позже. Потому что он очень тесно общается с Кириллом Кисенко. Кирилл это как раз-таки его большой фанат. А он Кирилл... В общем, два Кирилла у друг друга фанаты. Кирилл говорит, что я не могу просто-напросто ухудить такую возможность поболеть за ребят здесь на площадке. Ну и поставил он, конечно, на безоговорочную победу именно Автодора. Другого ожидать, наверное, было бы сложно. Вашингтон забил первые такие в проходе. Вашингтон очень активен сейчас. Сделал он ускорение, конечно, на максимуме. И вот Кортни Форстон, три очка. Есть, точно. Победа убивает, да. Вашингтон держит мяч. С мячом. Да, неплохо забивает. Требует еще такое выразительное. Посмотрел на арбитры. Где же Молфол? Там абсолютно все чисто было. Говорит болельщик Автодора. Да нет, действительно, там было без нарушения правил. Джереми Шапел сам входит. И еще два очка. Посмотри, может быть, немножечко изменился стиль его игры во второй половине. Если первый он все-таки бросал со средней и дальней дистанции, то сейчас под кольцо проходит. Очень уверенно. И восемь очков он уже набрал. И сейчас очень легкие. Три очка. Максимально легкие. Крубан их набирает. Номер седьмой. Да, хочется больше активности, наверное, от болельщиков. Сегодня я вот так вот наблюдаю. Вип-зона довольно-таки пустая. Не знаю, с чем это связано. Губернатор не присутствует на встречах. Хотя Валерий Радаев, наверное, один из самых яростных поклонников нашего клуба. Фактически на всех встречах он бывает. В тем временем Алексей Вдыхалкин сейчас с мячом. Хорошим был в первой половине. Один из наших лидеров. Вот сейчас Кирилл Кисенко. Здорово. Ну, вот там, мне кажется, Фалину на Кирилле. Да, показывает ударом по рукам, что действительно было нарушение. Так вот, если говорить по очкам в составе саратовской команды, то Кортни Форцен 9 результативных баллов. Алексей Вдыхалкин 8. Также Джереми Шапелл и Кирилл Фисенко у них по 8. Трэвис Петерсон 7. Александр Кольченко тоже 7. Вот, наверное, все-таки основные наши набирающие сегодня результативные баллы в игре. Кортни Форцен мчится вперед. Нарушение было, конечно. Ну, а как его еще остановить, когда он набирает такую крейсерскую скорость? Только фолом. Он же как истребитель просто абсолютно. Прорывается в штрафную. Команда Нибору 2-й фол. Замена в команде гостей. Только такими действиями, в общем-то, его можно остановить. Ну, посмотри, я вот смотрел сейчас за статистику. По времени, что мы с тобой обсуждали. Кортни Форцен без замены играет 20 минут отыграем. Это на перерыв большой статистика. И достаточно много времени играет и Майка Даунс, и Кольченко. И Вдыхалкин, что очень приятно. Я вас Вдыхалкин очень рад, да, что почти 15 минут игрового времени Леша провел на площадке. Всегда приятно видеть, что российский игрок один из лучших в коллективе. Отличный три очка. Хорошая комбинация была. Мяч очень так передвигался быстро. Правильная геометрия. Все как и должно было быть. Ну, шутка, ты посмотри, как сейчас сам не побоялся. Полезть туда, даже, может, где-то под удар соперника. Жестко. О, вот это очень здорово. Ну, это наигранная комбинация уже порчная. Вот это то, знаешь, что, наверное, отличало Автодор первой половиной сезона, когда вот такие комбинации по десятке просто проходило в каждой встрече и с лидерами. Сейчас, конечно, поменьше таких комбинаций стало. Да, ну вот есть и статистика по ассистам. Так вот, Кортни Форс на третье место в единой лиге ВТБ. Почти восемь у него в каждой встрече. 7,73. Дариус Вашингтон. Тот самый Дариус Вашингтон. 4,15 результативных передач и 15 место в единой лиге ВТБ, если говорить про результативные передачи. Вот сейчас Кортни одну из них продемонстрировал, как он умеет это делать. Изысканный абсолютно пас. Кирилл Кищенко остался один-один с кольцом. Шансов не было у кольца. Итак, заканчивается у нас во второй половине первый тайм-аут. 56,44 плюс 12 и 2,0 по фолам в пользу Нимука. Ну, неплохо, неплохо мы начали вторую половину. За счет именно Джереми Шапелла, наверное, это происходит. Было два отличных прохода под кольцо. И трехочковый. И еще добавил, ты знаешь, вот такой праздничный торт в виде четырех очков. Из-под кольца еще такая спечка прям трехочковую, красивую, отличную. Вишенка. Да, вишенка на торте, на праздничном. И он, как-то ты знаешь, может быть с ним поговорили отдельно, более что ли уверенно в своих силах стал. Меньше играет на партнеров, больше берет игру именно на себя. Сам бросает, да, я тоже обратил внимание на это. Вэлф сейчас мячом смотрит, кому можно отдать. Пробежка. Пробежка, да, да, да. Удивленно сейчас Рейвер смотрит. Дерек Рейвер номер пятый. Что же произошло? Очень мало он в первой плане сыграл, всего две минуты. Вот сейчас он чуть больше имеет игрового времени. Кортни Фортсен, как далеко сейчас он этот бросок делал и мяч остается у нас. Это Симонс неуклюже подбор этот сделал. Мяч ему в ногу попадает и вновь Кортни Фортсен. И вот просто интересно, сколько я за сезон эту фамилию уже назвал, пока комментирую матчу на телеканале Саратов 24. Кортни Фортсен? Да, именно Фортсен по фамилию. Иржи Вэлш получает персональное замечание. Иржи Вэлш номер девятый команды Ниборг, третий фолк. Алексей Редехалкин сейчас будет исполнять штрафные. Посмотрим, изменится ли... Статистика. Да, этих бросков, потому что она была, конечно, ужасающая абсолютно. Да, первый куточный. Алексей Редехалкин. И второй также точен. Леша становится... Единственным, кто стопроцентное попадание штрафных показывает. Да, но он становится вторым игроком, кто перешагнул десятиочковый рубеж. Кирилл Фисенко стал первым, но Алексей у нас, соответственно, второй. Я тебя исправлю. Шапелло, Фисенко больше десяти. Да, да, да. Вот я, к сожалению, Шапелло не увидел. У него одиннадцать. Все верно. Вот, в общем-то, тройка у нас сейчас таких промежуточных лидеров по набранным очкам определились. Ну, Форт на подходе еще. Девять очков у него. Для Фортни, конечно, это не показатель абсолютно. Было бы двадцать девять к этому времени. Это было бы нормально. Вот, Фортни нас услышал. Понял, что нужно сделать инструкцию к применению. Также одиннадцать очков становится на его счету. Вэлш. Два броска. Майка Даунс, да, сфалил на Вэлш. Майка Даунс, номер первый, команда Автодору, второй фолл, замена в команде Бесси. Симмонс тем временем пошел отдохнуть немножечко. Вашингтон также готовится выйти на замену. Сейчас посмотрим, как этот легендарный чек будет исполнять штрафные броски. Ну да, посвистели, покричали. Появились, кстати, плакаты. Да, да. В первой половине их не было. Девять очков. Ну, как говорится в таких случаях, человек на опыте. Я думаю, что поиграв в NBA он видел и не такое. Смотрелся, таких плакатов, ну да, тысяча. Ну, помогло. А посмотри, какой сейчас высокий бросок по какой-то уге был. Я вот обратил внимание. Обычно ниже. И Кортни Форцин. Вновь два очка. Ох, не форцин. Нет, определенно, определенно нас услышал Кортни. Что мы попросили, что маловато пока в его копилочке личный очков. Ревио сам. Неплохо. Очень неплохо, я бы сказал. Сейчас была возможность быстрый отрыв отдать Алексею в дыхалки. Но вновь и вновь он впереди. Не стал этого делать Кортни. А вот сейчас неосмотрительно. Очень неосмотрительно сыграли Кортни Форцин и Майка Даунс. И прорыв нам. Велш. Не забивает. Ну, Бернс тут как тут. Вот сами себе придумали. Намудрили немного, так сказать. Сами себе, сами себе. Причем Кортни видел, что он собирает двоих игроков. Майка ему претензии по этому поводу предъявил. Мол, зачем ты это делаешь? Ведь проще можно было сыграть. 62-49 плюс 13. Вот это было здорово. Ох ты, Майка Даунс. Ну, два очка, да. Два очка. Вы считали, да. Ну, красиво сыграл. А я отмечу пас Рэйвио, который сейчас отдавал на Бернс. Это было очень круто. Такой, ты знаешь, и по силе, как снаряд просто пушечный вылетел. Всего 4 минуты остается до окончания третьей четверти. 62-51. Кирилл Фисенко. Не хватает ему немножечко сейчас в борьбе. Вы знаете, как активно бежит обратно. Видно, что силы есть. Да, дышит тяжело, но силы возвращаться в оборону есть. Но Гернс. Бенда. Да-да, мяч выходит. Ушел мяч, да. Конечно, конечно. Там на добрый метр приблизительно это получилось. Вот вновь Артем Клименко сейчас снимает тренировочную экипировку. Больше. Надо Кириллу отдохнуть, наверное, уже. Больше, конечно, мы ждем от Артема. Всего один результативный балл. Вообще, ты знаешь, вот сейчас этот сезон развивается у Артема Клименко до и после травмы. Вот я думаю, что, наверное, его можно поделить, когда до травмы действительно пели дефирамы и пели их по делу. Сейчас идет критика, причем критика от всех специалистов и от болельщиков. И она также оправдана абсолютно. Ну, а что? Растерял форму? Что? Как это можно объяснить? Может быть, ты знаешь, вот все-таки игровой ритм, не зря он существует, предсезонная подготовка. Я думаю, что такая травма, когда на несколько месяцев ты выбываешь, это вновь ее нужно наращивать, нужно вновь входить в игровой режим, в игровой ритм. И это очень сложно сделать. Тем более, он игрок молодой. Психология еще, видимо. Да, вполне возможно. Он еще, может быть, не как игрок в самом высоком уровне, еще не сформировался. Этот процесс только идет, когда ты знаешь, превращается юноша в молодого человека, а потом молодой человек уже превращается в мужика, в мужчину. Вот здесь-то, в общем-то, мужские качества, они и проверяются. Когда вопреки, когда тебе тяжело, когда на тебя двойная нагрузка, ответственность, а тебя все ждут, ты берешь и выкладываешь результат. Пока у Артема этого нет. Вот сейчас очень неплохой был трехочковый. Перед этим пас какой был от Вашингтона, интересный. Кстати, Куско трехочковый, это у него очень неплохой бросок. У него уже такая вторая попытка была, и вторая удачная. Вот Артем Клименко сейчас. Вот отмечаем, что такие мячи он редко сейчас забивает, хотя я думаю, что Кирилл Стесенко гораздо более эффективно реализовывает подобные возможности, которые предоставляются. Вновь Бернс там сейчас боролся один. Отважно сражался один в поле воин. Если этот воин номер 23-й не был ка. Бернс. А Фолк Туа Клименко получает как раз. Недоволен он своей игрой. Первый точен. Помогут таблички, не помогут. Пока не помогает именно игрокам чешской команды. Ну и второй тоже точен. Посмотрел очень уверенно. 11 очков на его счету. Тоже очень неплохой показатель. Один из лучших в команде. Да и вообще в сегодняшней встрече. Александр Кульченко. Мы помним, какие отличные броски он сделал в первой половине. Два точно у него было и за пределом трехочковой. Два из четырех в первой половине он сделал. Он сейчас два из пяти становится. Майка Даунс. На линии посмотрим, куда он отдаст передачу. Трэвис Петерсон. Кортни Форцан. Что придумает? Конечно, любит он эти все эти полотерские штучки. Просто раскачать любого абсолютно соперника. Вот Кортни не попал, да, со своими вот этими всеми волшебствами. А здесь просто прибежали нам и трехочковые. Спокойно трехочковые, да, забросили. У нас есть Джереми Шапелл, который... Есть кому ответить. Да, человек, который также может легко просто прибежать и спокойненько трехочковые реализовать. 14 очков на счету Шапелл. Да, больше, чем у Кортни Форцан, у которого 13. Вашингтон. Вновь сам. Ты понимаешь, смотри, вот он свою игру так и гнет, линию, да, своей игры. Он верен себе, что надо идти вперед, прорываться через двоих, через троих. Не важно, сколько перед тобой, какой заслон. Не всегда приносит это плоды. Попадает. Ну и второй так же точно. Второй замену Автодора. Гомер Симпсон не смог отвлечь. Вашингтон. Сдыхалкин вышел на площадку, поменял он Шапелла. Ты посмотри, вновь, вновь мы даем к себе приблизиться. С 12 из 14 и максимально 15 очков разрыва, который был в этой встрече. До 5. 5 очков. Да, сейчас нужна поддержка, активная поддержка наших болельщиков. Александр Кольченко сам. Ну и здорово. Хорошо. Ты знаешь, вот у меня какие мысли по этому поводу. Я сейчас вот стою, думаю, а может быть, да, физически немножечко отдохнули, но вот тот самый ритм, про который я говорил, который есть, к которому мы привыкли, что иногда у нас за неделю по 3 матча случалось, вот может быть, мы из него просто подвыпали в какой-то определенной степени. Игровые кондиции, знаешь, вот когда не все решает физика, не все решается в голове, а вот такие вот штуки, знаешь, такая вот командная химия, когда на площадке ты даже вопреки, может быть, какой-то логике бросаешь еще что-то. Может быть, вот это немножечко, ну, не то что потерялось, а подзабылось все-таки за довольно-таки большой промежуток времени, потому что 10 дней мы могли сыграть сразу несколько матчей, их не было. Тренировками матча мы прекрасно понимаем, ни в коем случае не заменить. Может быть, вот этого не хватает? Возможно. Какой-то игровой определенной практики, вот этих эмоций, вот этого напряжения. Кирилл висит. Ой-ой-ой. Ух. Размахнись рука. Сейчас была, но немножечко не попадает. Кирилл в дужку в заднюю. Зарядил он, конечно, со всей силы. Ну и ты посмотри, опять 50-й номер. Хуско вновь. Вновь и вновь он нам забивает трехочковый. 13 становится. Ну и мы отмечаем. Кирилл и Форсен. Кирилл и Форсен. 16 очков на его чату. Самый результативный пока в этой встрече. Напомню, что практически 19 очков весьма. Этого средняя результативность во встрече. Он идет по своему графику. А Хуско, между прочим, 3 из 3-х нам забил. Да, я про что и говорю, что у него прекрасный трехочковый. Четвертая попытка. Вот первую он не реализует. Но нужно попробовать бросать. Кортнин. Да, есть бросок. И немножечко не попадает. Миромаш в сердце зашлось. Все хотят Джереми, да? Прикорд повторить. Да, дайте мяч Джереми. Он знает, что с ним делать. Ну что же. 71-66 становится счет на данную секунду. Две минуты у нас есть. Немножечко перевести дух. Даже кто-то успеет, наверное, налить чай. Пока есть время. Кто-то еще что-то. Не будем рекламировать что. Но время как раз-таки есть, чтобы подвести такие некоторые итоги. Далее мы возможность, в общем-то, к нам приблизиться. Что не очень хорошо. Пять очков это все-таки не самый комфортный разрыв, который для четвертой четверти. Мы прекрасно помним, какое количество в этом сезоне мы уже сыграли овертаймов. Абсолютно мы не желаем подобного продолжения. И вообще нужно сказать, что сегодняшний день в Саратове, он супер насыщен спортивными событиями. И что многие болельщики, которые сейчас есть здесь на Автодоре, сразу поедут на матч Саратовского Сокола. И я даже знаю, что у многих был выбор. А что же делать? Как же быть? В общем-то, вот, три очка сейчас забросил Панда. Продемонстрировал он это всем. Так вот, и к слову о том, что многие даже стояли перед выбором. А как же быть? Футболу соскучились, надо тоже ехать. И я знаю, что, вот, например, у меня есть знакомые, друзья, которые сразу прыгают в машину с одного стадиона и едут на другой. Вообще хорошо, что матчи развели по времени. Три часа их пять часов, соответственно. Было бы совсем плохо, если бы в одно время начинались. Вот это настоящее болельческое горе, когда ты не можешь побывать. Ну, в принципе, пробок нет сегодня, успеть вполне реально. Да, слабо, что это воскресный день, конечно. А иногда, что происходит в Казани, я вообще рассказывать не хочу, когда есть. И баскетбол, и волейбол, и хоккей, и футбол. Там очень сложно, очень, максимально. Мы, конечно, очень хотим, чтобы у нас так было в Саратове. Чтобы мы не стояли перед выбором и не мучились мыслью, а будет ли баскетбол в Саратове. А мы мучились мыслью, а куда же сходить, что же нам посмотреть. Вот, наверное, что главное. Ну что, возвращается команда. Четвертая четверть нас ожидает. Трансляция на телеканале «Саратов 24». Немножечко передохнули, отдохнули, так же, как и игроки. Хотелось бы, чтобы она прошла как-то в спокойной обстановке. Без нервной концовки. 71-66 впереди, «Автодор» плюс 5. И еще 10 минут. Мы, во-первых, вернемся к футбольных болельщикам. Они бы расстроились, если будет овертайм, да? Я думаю, что да. Потому что у меня планы также посетить, еще успеть и другое спортивное событие. Ну что ж ты будешь делать? Акрубан номер седьмой. Вот Акрубан. Также неплохой у него сегодня результат. 71-69. Совсем близко сейчас чехи к нам. Джереми, вопрошай, я очень прошу тебя, покажи ту игру, которая была в третьей четверти. Герек Штукс, номер сорок первый, и команда не был в третьей четверти. Да, нарушение было. И ты посмотри, вот сейчас по статистике фоллов смотрю, что самое интересное, никто еще не висит на волоске. Да, все очень так прилично. То есть это говорит о том, что... В рамках статистики. Да, что не такая жесткая игра. Да, есть какие-то моменты, но не изобилует она. Именно нарушениями правил. Не это главное во встрече, а все-таки красивые действия. Невыразительная игра некоторых игроков. Ну или наоборот. Отличная статистика, находящаяся на площадке. Итак, Ревио. Сейчас Кортни, Кортни здорово. Перехватил. В отрыв. Мойку до. Ну как мы этого долго ждали. Вот что мы умеем, вот что мы любим. Сразу проснулись трибуны. Ну еще бы, такая красота. Ты посмотри, что делает этот Ревио. Вот ему дали возможность играть. Он в первой половине искал, две минуты всего сыграл. Да, да, две минуты сыграно. И ты посмотри, насколько он прибавил во второй половине. А вот сейчас, ну что же, Артем Клименко вновь недоволен Кортни. Он сейчас всем своим видом. Это показывает, что надо такие завершать атаки. А ты смотри, в Вашингтон какие передачи. И опять. И опять в кругу. И 75-75. Без нервов вы говорите. Мы так не умеем. Отвечают наши баскетболисты. Майка, да. Майка, да. Тут, конечно, сейчас такая пальба пошла из-за трехочковой. Кто сдюжит в этой борьбе, тот, я думаю, в этой встрече и очки свои наберет. Но Крэйвио. Бернс сам разворачивается и два очка тяжелейших набирает. И уже отрабатывает защиту. Ты посмотри, как он здорово бежит. Сил там еще в вагон и маленькая тележка у него. Кортни Фортон, Майка Даунс. Еще один трех. Ты посмотри, что. Это бенефис последней минуты Даунса. Восемь очков набранных его, да? Вот вам и Майка. И уже 11 на его счету. Посмотри, за весь матч он сколько не набрал, сколько за прошедшую минуту. Две подряд трех и... Сумасшедший Алиюк, да? И Башак вопрошает вновь и вновь. Театральная минутка от легионера чешской команды. Он не понимает, что же происходит. Вопрошает. А судьи кто? Кемзура тоже сейчас по наставлению делает. Ну, конечно, надо держать. Крубан отличный трехочковый у него, что он сейчас сделал. Тоже попал два подряд. Вот они с Майкой обменялись. Результативными атаками. Сиди. Я подошел к группе поддержки и попросил не махать кулакатами. Удивительный, кстати, момент. Это, по-моему, впервые, да? Да. Хотя в регламенте ничего такого не прописано. Так, тем более, что группа поддержки находится за пределами площадки. Бернс первый точен. Ну, он сейчас самый результативный, кстати, в своей команде. Уже 14 очков. Сейчас посмотрим, что будет после второго броска. Да, ты посмотри, 15 очков очень уверенно. Не только Венесеев был хорош, но и в составе чешской команды. Он также приносит пользу своему коллективу Джереми Шаппелл. Завис. Здорово. Александр Кольченко сам. Поторопился, мне кажется, в этой ситуации. Не доброс. Там и Кортни, и Майка стояла. И быстро атака. И так, как он хорош. Как он мчится. Силы там, конечно. Второй конец встречи взяла команда Автодор. 81-81. Ничего не остается, как Владимиру Родионову брать сейчас минутный тайм-аут для того, чтобы привести в чувство своих игроков. Сейчас посмотрим. Александр Кольченко сейчас на орехе получает. Рядом Кирилл Кисенко. Поторопился с броском сейчас явно Александр Кольченко. Да, там оставалось почти 10 секунд для атаки. Перед ним был всего один соперник. Можно было попробовать, наверное, как-то раскидать. Там и Майк, и Форсен стоял открытый достаточно, и Майк, и Даунс. Были варианты для продолжения атака. А в итоге быстрый отрыв и два очка от Бернса. И счет равный. Ну что же, вновь счет равный. 81-81. Кстати, Нимрук набрал ровно столько очков, сколько он набирает в среднем в Единой Лиге ВТБ. Поэтому сезон выполнили они свою норму, что называется. И вновь Бернс на площадке. Вот тут с кого я не хочу видеть сегодня. А боялись мы больше всего Иржи Уэлши, да? Да, да, да. А Уэлл, все не менее, скромненько так. Фолов практически столько же, сколько очков. Три фола, четыре очка. И ничего особенного нам не показал, не продемонстрировал. Кортни Хорсен. И опять же Бернс. Он вездесущий. Нет, самое главное, я отмечаю, что, несмотря на свои габариты, у него отличная физическая подготовка. Он успевает и туда отработать, и обратно отработать. Майка Даун сейчас на лицевую Джереми Шапелл. Сам будет прорываться, я так понимаю. Да, здорово. И два очка не получается. Кирилл Фисенко не засчитан на два очка. Что такое? А, вот что! Нападение? Толчок показывает сейчас, что Кирилл Фисенко сделал с его соперника. Ну, не знаю. Мне кажется, он был в более выигрышной позиции, находился лицом к этому мячу. А один из чешских игроков, наоборот, спиной делал движение. Тем самым подставляясь, что Кирилл видел этот мяч. Там особо-то никакой борьбы, даже контакта не было. Симонс очень далеко. Их забивает. Что ж ты будешь делать-то? Вот мы говорили, что в первой половине трехи не особо шли, да, у наших соперников. Ты посмотри, что во второй половине происходит. Вот Кортни уже не попадает. Кириллу надо обязательно эти два очка набирать. Да, есть! И с полом. На Кольченко сейчас сфалили. Вы просто снесли, вынесли его за пределы площадки. Надо забивать Кириллу сейчас. Да, потому что мы проиграем в одно очко, 83-84. Сейчас многое решается. Каждое очко на вес золота, абсолютно. Да, точен Кирилл. Вот в нужный момент собрался. 84-84. Твой Вашингтон сейчас готовится выйти на площадку. Уже сидишь, ждет твоя секунда. Рэйвио. Симонс. Шапел чуть не перехватил мяч. Ты посмотри, он еще и трехочковые бросает. Он абсолютно универсальный баскетболист. Может, все. Вот сейчас там, конечно, ноги были у всех. Мне кажется, они у всех были. Футбол перешли. Все шесть пар. Вернее, все три пары. Получается, шесть, если посчитать и перемножить. А еще я, конечно, хочу отметить, что пришла весна и гораздо теплее стало во дворце спорта «Кристалл». Вот сегодня я уже особо не вижу людей, чтобы сидели в куртках, потому что и зимой приходилось это делать. Еще два очка нам забивают. 86-84 в пользу наших гостей. Ну, я так думаю, что готовьте валидол. Доставайте. Да, в ближайшем тайм-ауте. Заступ был. Крубан, Симмонс, Вашингтон, прошу прощения. И у того, у того наличествует борода, поэтому довольно-таки легко их перепутать. Вот хорошо, что ты сейчас не попал, а не пристрелялись, конечно. Замена в комнате гостей. Я просто к тому, что вот они нащупали свои точки, откуда они могут забрасывать. И делают это с пугающей регулярностью, что для нас, конечно, очень-очень хорошо. У Ниброга выходит хуско. Дальнобойщик. Да, вот за кем глаз да глаз. Ну, а Панда сейчас вообще уже на верхотуре находится. На одной из складных трибун сейчас просят поддержать. Черно-белых. Трэвис Петерсон. Трэвис, давай, мы ждем от тебя. Переуфисенко вновь. Вот так вот. Вот. И вот этот жест Кинг-Конга, ты знаешь, когда он тебя бьет в грудь, показывает тем самым, что да, я это сделал, сделал это чисто. И самое главное еще с отяжелением в виде троих игроков. Ну, вот сейчас можно за Валидолом сбегать. Самое время. Тайм-аут. Минуточку буквально передохнем, остынем. Ну что же, тяжелая игра. 86-86. Счет там у пол. Полное подтверждение. Напомню, что 19 октября первой встречи мы уступили, к сожалению, коллективу из Чехи. Ну и сегодня нам просто необходимо побеждать. Если мы хотим выходить в плей-офф, то, конечно, это нужно делать. Да-да, нам не надо в ни в коем случае оглядываться на преследователей, как они сыграют. Надо брать свои игры, выигрывать. Да, в первую очередь нам нужно, конечно, заботиться о своих результатах. Зачем доводить того, знаешь, когда вот есть пословица, создать максимально, чтобы было сложно, а потом выходить из этой ситуации. Нет, надо спокойно занимать свое седьмое место. И тем более календарь позволяет. В принципе, достаточно легкий календарь у нас сложился. Сюда тоже все относительно. Я, если честно, не верю в легкость или тяжелость календаря. Если сравнивать, допустим, опять же, с матчами с конкурентом, конкурент наш, МВФ играет сегодня с химками. Ну, может быть. Но я не могу сказать, чтобы мы сейчас хуже бы сыграли, например, матч тяжелее выдался с тем же Уникса. Ну, к слову говоря, команда, которая выше нас. Автодору еще придется, ты знаешь, формировать не только свой стиль, который у нас уже есть, но еще и, наверное, свой определенный класс. Потому что класс – это не только выигрывать в тех матчах, когда заведомо соперник сильнее, и выдавать на гора вот что-то фантастическое, но еще и уметь настраиваться на команды, которые ниже тебя. Не, но еще стоит отметить, что, извините, играем мы с прямыми конкурентами. Тот же Красный Октябрь, тот же Калев. И я могу сказать, что настрой там будет... Запредельный, что у тех, у тех. Кирилл Фисенко сейчас не попадает. Кто, попросит перебить? Нет, сфалили. Сфалили на Майке. На Даунсе. Третий фолк Кристиан Барнс, номер 23-й команды Него. Да, сейчас Кортни будет вводить мяч в игру. Небольшая заминка. Выясняет, я так понимаю, количество фолов. 86. 86. Увидим на сотню торгов на шарте. Ничего сейчас не буду предполагать, но мне кажется, что процентов на 90 доберутся до этого показателя, по крайней мере, одна из команд. Конечно, хотелось бы, чтобы это был Автодор, и я в это верю. Несомненно. А могут и две команды. Мы знаем, что Автодор уже не единожды в этом сезоне. Вспомнить тот же матч с Моки Минс, когда вообще был самый результативный матч в истории. Это уровень NBA уже просто абсолютно был показан. Там-то это норма, а здесь это, конечно, 120 очков набранных. Это гиперпоказатель. А вот сейчас здорово, Кирилл Фисенко. И сегодня третий или четвертый раз подобная троечка прошла. 88-86. Теперь, конечно, нужно в обороне отработать сейчас. Прощущаться, прежде всего. Бернский. Ошибается. Да, сейчас у него смахивает мяч. Кортни Форсен движется вперед. На кольчика, наверное, будет передача. Нет, Кортни сам. Петерсон. Три очка от... Ну, хотел сказать, уже крик, ну и даже, что точно. Летел это... Летел четко, но не долетел. Да, немножечко силы меньше вложил, чем нужно. Вот и вам и Вашингтон. Потеряли Вашингтона. Совершенно спокойно он прошел. И заброшил. И уже 12 очков тем временем на его счету. А в первой половине всего 4 было. Вот тоже прибавил. Кольченко. Майка Даун сам будет. Вновь не попадает. Ну, подбираем мяч. Кортни подобрал мяч. 12 секунд на атаку еще есть у нашей команды. Что будет думать Кортни на Майку? Противорочен. Да, конечно, Майк хорош. Боюсь глазить. Не буду больше хвалить пока, если что, после матча это сделаю. 91.88. Вашингтон. Ой, пуска. Пуска неточен. Вот посмотри, несколько сразу. Сбился прицел. Несколько промахов у чехов. Кортни Форсен показывает комбинацию, которую сейчас будут разыгрывать. Партнеры делают необходимое передвижение. Брос Майка Даунс. Майка еще один бросок из-за трех очков и неточен. Ох, как жалко. Ну, о, Кирилл. Кирилл. Александр Кульченко сейчас просто... Мне кажется, можно было и бросить. Хладнокровие, конечно, максимальное сейчас было. Вот сейчас бросает, хотя тяжелее ситуация. Ну и надо возвращаться домой. Вашингтон. Симмонс. Мой Вашингтон. Грубо, он опять не точен. Это хорошо, что он не точен. Кортни Форсен. Вот сейчас игра абсолютно без остановок идет. То от одного кольца, то к другому. Трэвис Петерсон. Трэвис Петерсон без сопротивления. Точно. Тайм-аут, тайм-аут сейчас. Берут гости. 94-88. Вот это уже интересней. Можно немножко отложить пока в лидо, я надеюсь. Да. Да, плюс 6 очков. Да, успели бы уже попроигрывать. Это выигрывает 15 очков в этой встрече. Это говорит еще раз о том, что в баскетболе нет ничего невозможного. Фух, надо выдухнуть немножечко, потому что мы завелись, завелись и игроки, и выдали такую-то, знаешь, нам практически 3 минуты без остановок, без малого. Сразу несколько подборов было, в том числе и Кирилл Свистенко очень хорошо на чужом счете поработал. Сейчас отвлекающие маневры от панды. Вот Владимир Родионов подошел, взял тайм-аут тоже следом. Видимо, это уже тактический какой-то ход. Ты посмотрел очень спокойно, кстати, да, к своим игрокам. Очень дотошно объясняет каждому. Совершенно спокойно. Да, Владимир Анциферов сейчас выступает в роли переводчика. Какие-то нюансы именно он на английском языке объясняет игрокам из-за океана. Это, видимо, уже, наверное, опытное все-таки, да? Вот второй сразу взять тайм-аут, потому что тренер... А девушки из группы поддержки не ожидали, что опыт может сыграть с ними такую штуку, что им придется выкладываться по полной программе. Вот на кого сейчас нагрузка-то самая высокая выпадает, я хочу сказать. Всем придется выложить сегодня победу. Они просто, когда вы бегали, я увидел вот это движение в сторону, соответственно, судей. Неужели действительно сейчас еще не тайм-аут? Мы же не успели отдохнуть. Но ничего, потанцуют немножечко все эмоции улягутся. А может быть, именно для этого Владимир Родионов и делает, чтобы не завелись сейчас, не побежали, знаете, как это называется, Родину спасать, забивать еще и еще. А может быть, вот это комфортное преимущество... Мне кажется, больше все-таки, чтобы сбить сейчас порыв, может быть, после тайм-аута чешской команды. Может быть, может быть, чтобы игра спокойнее стала. Все, мы создали себе вот эту подушку безопасности в 6 очков. Зачем? Нам больше не нужно. А с другой стороны, наоборот, сейчас тренер чешской команды наверняка говорил, что надо, давайте, давайте, там, надо догонять. Владимир Иставович сразу же, чтобы сбить порыв этот. Алексеев Дехалкин тем временем на площадке появился. Я думаю, что сейчас самая сильная, наверное, пятерка в своем возможном варианте, который только может быть на площадке. Кортни Форстон, Алексей Дехалкин. Я бы еще Петерсона добавил, но Честерон играть нельзя. Ну, у Петерсона была ангина, мы еще раз говорим, что уважительная причина. Четыре дня американец не тренировался, поэтому это тоже момент. Ой-ой-ой, Честер Синенс три очка сбывает. Две минуты до конца четвертого периода. Шестнадцать очков на его счету. Вот от шести остается всего три очка. Кортни Форстон, минута пятьдесят до окончания четвертой четверти. Как хочется стоп до окончания матча? Алексей Дехалкин, Леша может попробовать и сам. Нет, скорее будет искать, наверное, партнера для более выгодной позиции, да. Кирилл Фисенко сам, я думаю, будет разворачиваться и пытаться завершить. Да, забивает два очка. Девяносто шесть, девяносто один. Пес хорош. Двадцать очков. Стабильно. Я думаю, что критиков игры уже не осталось абсолютно. Никаких вообще. Ох! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну вот сейчас я не согласен. Ой, не согласен. Мне кажется, вот сейчас просто концентрацию один из игроков потерял наших гостей и вот эту долю секунды уловил как раз-таки Майка и сыграл на этом. Судя почему-то показывает, что было нарушение удар по рукам. Мне кажется, ну пусть это будет на совести судя. Главное, чтобы эти решения не повлияли на исход встречи. Вот это самое главное. Первый все-таки точен. Не хотел мне что-то проваливаться. Вновь Симмонс. Самый результативный, да, по-моему, Симмонс становится еще? Ну, Бёрнс 17 очков, да. Симмонс также 17. Но есть у него шанс. Да, 18 очков на его счету. Вновь 3 очка всего. Ганди Кап у нашей команды. Минута 18 до конца. Фортни Фортсон. Четверто-четверто. Ой-ой-ой-ой. Не знаю, что сейчас сделали Фортсон и Кисенко. Очень глупая потеря сейчас была. Очень глупая. И вот Владимир Родионов сейчас также вопрошает у своих помощников. Что же делает Кортни. Очень неудобную передачу он сейчас на Кирилла отдал. Алексей Вздыхалкин. Кто возьмет на себя инициативу бросать, это делает Кортни. Не попадает. Хорошо, что Алексей Вздыхалкин первый в подборе. Вовремя оказался на подборе, да. Сейчас Вздыхалкин, ты знаешь, несвойственную ему роль выполнял на подборе у чужого кольца. Он сам головой помогал, то есть он понял, что он сделал даже немножечко больше, что он умеет. А то он и капитан. Сорок пять секунд. Сорок пять секунд. Девяносто шесть девяносто пять. Впереди Автодор. Забивает. Первый бросок. Замена Кирилла Китенко сейчас. Странно. Присел отдохнуть. Может быть, подустал. Может быть, здесь какие-то свои нюансы есть, о которых знает только тренерский штаб. Это два очка. Не точно. Алексей Вздыхалкин. Трэвис Поттерсон. Ужал. 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 Сорок показывает жестом, что не надо, не надо. Все, все ясно здесь. Сто девяносто пять. Есть сто очков. Как я и говорил, что мы доберемся до трехзначного. Ну, что ж, друзья. Я думаю, что ничего здесь не изменится за девять секунд. Тем более штрафные броски. Браво, Автодор. Браво. Тяжелейший матч. Нервы. Но главное, есть два очка. Мы продолжаем во всю бороться за плей-офф. За то седьмое место, за которое, в общем-то, мы и должны бороться. А может быть и выше, чем, черт не шутит У нас еще впереди две домашних игры в марте Второй опять не точно Но это надо подумать Это, кстати, к вопросу о том, где мы можем прибавить Бернс Наверное, лучше Я назову его лучшим игроком Встреча наравне с Симонсом, наверное Ну что же, все, поздравляем Победой Трансляция на телеканале Саратов 24 Спасибо, что были с нами, Константин Акуленко И Артем Скачков Всем спасибо, до свидания До свидания